Лучше с каждым днём в Бавруйске продолжаются работы по благоустройству. Выполнены в полном объёме. Где наводят лоск? Обиженный угонщик. Мужчина украл лесовоз у работодателя, чтобы сдать на металлолом. Не доедет до пункта приёмки металла. Что похититель хотел приобрести на вырученные средства? С удовольствием и пользой юные бобручане продолжают отдыхать в летних лагерях. Каждый год приезжаю к детям. Как проводят время мальчишки и девчонки. А также процесс подготовки, интернет-бизнес и идеальный кандидат. На начало августа в республике заявлено более 160 тысяч вакансий. Кого ищут? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Белорусский каравай. Уборочная 20-24 на финишной прямой. Перед аграриями страны стоят задачи получить весомый урожай. Заготовить кормовую базу для рентабельного животноводства. Строгий контроль за ходом уборочной традиционно на самом высоком уровне. Сегодня с учетом рапса в стране намолочено более 7 миллионов тонн зерна. Суммарную планку для всех четко поставил Александр Лукашенко. Минимум 10. Должен откровенно и честно вас предупредить, что 10 миллионов – это неплохо, но это нижний предел. Все, что сверх 10 – это хорошо. 11 – очень хорошо. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы иметь в этом году 11 миллионов тонн и получить хороший урожай. И не только колоссовых, но и рапсов. По вкладу в общую копилку по-прежнему лидирует хозяйство Минской области. Тройки передовиков – Гродненский и Брестский регионы. На помощь аграриям ежедневно приходит белорусская армия. Хлеборобы в погонах занимаются перевозкой зерновых, транспортируют другие грузы. Не остается в стороне и подрастающее поколение. Молодежные экипажи намолотили более 770 тысяч тонн. Коварный план. Бывший сотрудник украл лесовоз у работодателя, чтобы сдать на металлолом. Однако до пункта назначения добраться не удалось. К правоохранителям обратился мужчина. По информации потерпевшего, некто угнал его лесовоз. Со слов знакомого, принадлежащая ему машина передвигалась по Белыническому району. Некоторое время спустя транспортное средство обнаружили сотрудники ГАИ на обочине местной автодороги. Водителя задержали. Им оказался 41-летний житель Могилева. Фигурант рассказал, с осени прошлого года неофициально трудился лесорубом у индивидуального предпринимателя. Работу посещал не всегда, так как периодически злоупотреблял алкоголем. На этом фоне у работодателя с ним возникали конфликты. Затаивший обиду подчиненный решил совершить схищение лесовоза начальника. А после и вовсе сдать транспортное средство на металлолом. Вырученные деньги мужчина собирался потратить на покупку дома в областном центре. Однако он не подрасчитал, что старый лесовоз не доедет до пункта приемки металла. А владелец так быстро обнаружит его пропажу. В санкции прокурора к мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Биография фигуранта имеет яркое криминальное прошлое. Ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления и угоны. Оплата карты, реализация древесины и успеть в срок. Паспорта готовности школы Беларуси должны получить до 20 августа. Какие работы ведутся в учреждениях образования. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси доля интернет-торговли превысила 8% розничного товарооборота или почти 6 миллиардов рублей. Онлайн-площадок в стране свыше 30 тысяч. Чуть более половины принадлежат юрлицам, остальные – ИП. Тенденции роста стали причинами новаций в соответствующем законодательстве. Главная цель изменений – упорядочить деятельность интернет-платформ и защитить права и интересы потребителей. Паспорта готовности школы Беларуси должны получить до 20 августа. Масштабные работы в этом году развернулись по всей стране. Ремонтируют крыши, меняют оконные блоки и асфальт, обновляют фасады зданий, доводят до совершенства системы автоматической пожарной сигнализации, спортзалы и ограждения. Особое внимание уделяется столовым. В них, в частности, чинятся пищеблоки, закупаются торгово-технологическое и холодильное оборудование, мебель. Министерство по налогам и сборам напомнило, кому с июля 2025-го нужно будет использовать кассы и платежные терминалы. Новшество коснется разносной торговли и доставки товаров на дом операторами почтовой связи и бригадами службы быта. При оказании услуг вне постоянного места ведения бизнеса, продажи различной продукции в поездах. У всех организаций должны быть новые доработанные кассы. Такие же правила будут действовать для автоперевозок в нерегулярном сообщении. На начало августа в республике заявлено более 160 тысяч вакансий, из них почти 11,5 с предоставлением жилья. Спрос на кадры по рабочим профессиям – 67% от общего числа. На учете в качестве незанятых в экономике состояло чуть более 4 тысяч человек. Больше всего людей в поиске работы в возрасте от 50 до 54. Лесхозам Беларуси разрешили недорого реализовывать населению древесину для строительства. Раньше такой механизм продажи был предусмотрен только для организации Минлесхоза. Документ направлен на удовлетворение потребностей граждан в сырье по приемлемым ценам. Стимулирование физлиц приобретать готовые деревянные домокомплекты и рационально использовать лесные ресурсы. Блеск городского лица. В Бобруйске продолжаются ремонт и благоустройство инфраструктуры. Сотрудниками ДЭП проводится ямочный ремонт по улицам Энергетиков и Липнихта. Гридирование по Фурманово, Гомельской, Лесной, Сака, Кима. Покос растительности по Георгиевскому проспекту. Кирово скоро засияет новой тротуарной плиткой. Также по Ульяновской спецмонтажстрой занимается возведением инженерно-транспортной инфраструктуры к жилому дому. Наша организация выполняет работы по прокладке наружных сетей и благоустройству территории, прилегающей к дому. На данном этапе работы по сетям водопровода канализации выполнены в полном объеме. Смонтирована комплексная подстанция электросчетовая. Помимо этого дорожное полотно укладывают по улице Бресской. Из-за ремонта теплопровода по Пролетарской частично перекрыто движение авто. На Ченгарской полностью. Юные бобруйчане продолжают отдыхать в летних лагерях. На этой неделе началась последняя, пятая смена в мечте. Оздоровиться и хорошо провести время приехали 500 мальчишек и девчонок. В атмосферу детского раздолья погрузился Роман Костюков. Лето – три месяца отличной погоды и удовольствия. Особенно теплая пора интересна детям. Каникулы – никаких забот, настоящее раздолье. Как отдохнуть – каждый выбирает сам. Однако многие родители предпочитают отправить своих чад в оздоровительный лагерь. В Бобруйске предусмотрено много возможностей для направления ребяческой непоседливости в нужное русло. В летний период организована работа дневных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, лагерей труда и отдыха, в том числе совместно с организациями города Бобруйска. Также работают у нас лагеря девятидневные, такие как палаточные, передвижные, непередвижные. Также работают лагеря военно-патриотического профиля на базе воинских частей 55-27-20-392. Также работают лагеря спортивно-здоровительные. Одна из самых популярных баз для детского отдыха – оздоровительный лагерь «Мечта». Средняя стоимость путевки – 520 рублей. На территории все самое необходимое. Четыре двухэтажных корпуса с уютными пятиместными комнатами, спортивные площадки, столовая с пятиразовым питанием, библиотека, всевозможные кружки по интересам и многое другое. Здесь же ребят ждут и встречают любимые воспитатели. Я воспитатель четвертого отряда, работаю уже давно, с 18 лет. И божатый – это душа, поэтому каждый год приезжаю к детям. Они нас знают, мы их любим, с удовольствием трудимся. На последней смене в «Мечте» 500 мальчишек и девчонок. Проведенное в лагере время для большинства отпечатывается в памяти самыми теплыми воспоминаниями. Тут и общение со сверстниками, и заботливые воспитатели, и активный отдых с массой развлечений. Я в лагерях с трех лет, езжу по разным лагерям, по Белоруссии. Мне лагеря сами по себе нравятся, но больше всех все-таки запомнился, наверное, лагерь «Мечта». Почему именно «Мечта»? Потому что формат – это много людей, это много новых знакомств. Я езжу сюда уже седьмой раз. Мне тут все нравится, замечательные вожатые, замечательно тут кормят. Мероприятия каждый божий день, тоже очень все нравится. Корпуса, где можно постоянно играть с ребятами. Ребята очень классные, постоянно могут где-то поддержать, вожатые поддерживают. Я уже езжу, наверное, раз в третий, езжу с подругами. Летний лагерь – прекрасная возможность для детей провести время с ровесниками в комфортных условиях. Родители могут быть уверены, ребенок сможет не только отдохнуть, но и оздоровиться на природе. Роман Костяков, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Спортсменов станет больше. В Бобруйске ведется отбор в футбольный клуб «Белшина». Продемонстрировать свои навыки юные чемпионы смогут 24 августа и 7 сентября в 10 часов на стадионе имени Александра Прокопенко. Возрастная группа от 6 до 10 лет. Точной цифры по количеству новых участников нет. Шанс пройти в команду есть у каждого. Будем смотреть на скорость, на подвижность, на ловкость, на координацию детей. Опять же, никому не… мы не отказываем. Мы ждем этих деток. Для каждой группы детей опытный тренерский состав разрабатывает индивидуальный план. Школа дает возможность бесплатно обучаться и тренироваться, выезжать на соревнования, взращивает командный дух и мотивирует на победу. Уточнить все вопросы можно по номеру на экране. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин